Добрый день, дорогие друзья! Приветствую зрителей Фонтанки Лив. В эту непогоду очень приятно говорить о прекрасном, потому что прекрасная культура согревает, особенно если речь идет о таком явлении, как фестиваль «Музыкальный Олимп». Многим петербургцам хорошо известны концерты, организованные фондом «Музыкальный Олимп» и проходящие в рамках фестиваля. Многие слышали самых замечательных исполнителей, которые фонд привозил в наш город. И сегодня в нашей студии президент фонда «Музыкальный Олимп», обладательница многих-многих регалий и деятельный участник многих попечительских советов, о чем она расскажет сама подробнее, Ирина Никитина. Приветствую вас! Здравствуйте! Ирина, 14 ноября, совсем недавно, в Берлине состоялся гала-концерт фестиваля «Музыкальный Олимп». Все-таки появление петербургской и российской музыки на европейских площадках – это всегда явление. Я уверен, что этот гала-концерт не был исключением. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом событии? Знаете, фонд «Музыкальный Олимп» был создан под фестиваль «Музыкальный Олимп», именно для того, чтобы поддерживать молодых музыкантов, потому что я считаю, что музыка… И вот, знаете, чем больше у нас недоверия рождается к друг другу, чем больше какая-то политическая ситуация, какой-то непонятная исходность или безысходность, тем больше понимание, что музыка – это тот остров, на котором люди действительно могут разговаривать, общаться с открытыми сердцами, душами. И это вот именно сила музыки, сила воздействия. Ну, поскольку я музыкант, я-то знаю это давно, но хотелось бы, чтобы знали это все. И, вы знаете, у нас замечательный фестиваль, я считаю, что наш город может действительно гордиться, что вот 19 лет назад, у нас в этом году, в следующем, вернее, 2015, будет 20-й фестиваль. И тогда, знаете, создалось так легко, легко. А сейчас мы понимаем, насколько это все уже серьезно, и насколько фестиваль завал свое место в мире. И поэтому мы организовываем такие галлы-концерты на самых важных мировых площадках. У нас Карнеги-холл, обязательно уже 7 раз мы организовывали. В Берлине это 4-й концерт. Цюрихтонхали, Сингапур, в планах Шанхай, Гонконг и так далее. Действительно важные площадки, где каждый артист может сказать, я там был, это моя биография, меня там ждут, и это мой уровень. В Берлине было замечательно, могу сказать, что, потому что некоторые, вы знаете, вот все вот это вокруг, нагнетание вот этой медиавойны, которая, я считаю, просто совершенно очевидна, она касается всех людей, потому что все становятся вот неуверенными, да, вот неуверенными в как бы вот что-то в воздухе тревога. Я бы вот так это сказала, потому что, как бы, как, знаете, я пытаюсь всем своим иностранным коллегам и друзьям, которых у меня огромное количество, сказать, что, знаете, вот если взять такой вот торт и вырезать маленький кусочек, вот это одна информация, может быть, вы ее показываете. Мы показываем с другой стороны, но никто не показывает, как бы, состояние такое абсолютно общее, потому что надо все-таки немножко понимать, что нельзя только там вырезать кусочек 10 градусов, и показать его, а не 360 и вообще как бы вообще скрыть от всех остальных. Вот, поэтому каждый обладает какой-то информацией, но никто не понимает, как вы ее анализируете. Вот это проблема западного, западного состояния общества на сегодняшний день, такой вот именно в отношениях с нами. И поэтому для меня очень важно, что вот, наверное, культура или музыка за мир, скажем так, вот займет действительно вот такое место. Это одно из самых человеческих языков, понимаете? Это же в музыке никогда нет агрессии, в музыке только создание. И особенно было ценно, когда вот 14-го числа в Берлине, я, знаете, я ожидала, но все-таки как-то такая ситуация непонятная. А сказалось напряженность? Никак, наоборот, вы представляете, вот был полный зал, был стендикавейшн, у нас участвовал русский музыкант, французский музыкант, тенор из Батемалы, который только что занял первое место фантастического конкурса Пласида Доминго, Апералия. И, вы знаете, я специально вышла на сцену, я сказала, что вот, вы знаете, у нас такой фонд, мы делаем такой фестиваль. За это время у нас было 420 артистов, которых 38 немцев. Плюс музыканты, которые проживают в Германии. То есть я специально подчеркнула, что у нас не играет роли, какая национальность, где люди живут, какая религионная конфессия. Нам важно, чтобы это был артист, который в будущем будет блистать на сцене. И мы уже узнаем о нем сегодня. Поэтому настроение было замечательное в публике. Как-то публика не хочет это замечать. То есть для них вот эти, знаете, такие... Да, я еще сказала, что, знаете, что санкции санкциями, но у нас в России всегда будут любить Баха, Бетховена и Вагнера. Конечно. А вы не сможете пережить ни один Крисмас без Носкнакеря, без Щелкунчика и Пчаковского. В зале хохотали. Вот. Потому что так, ну, все стало смешно и приятно, скажем так. А зарубежные партюры, музыканты, они... Не было ли какие-то проблем с их участием, с их желанием участвовать? Ну, только один раз у нас, поскольку мы сейчас организуем такую... Делаем план на 20-летие музыкального Олимпы. Мы привозили действительно фантастических звезд. Начиная там от Бобби Макферрина, Даяны Кролл, Венская филармония и так далее. То есть везде такие действительно очень красивые имена. Мы открывали России, потому что эти люди приезжали в первый раз именно через нашу организацию. И некоторых из них мы пытаемся сейчас привлечь на наше празднование. И у нас была фантастическая совершенно ударница. Такое тоже феноменальное явление. Это Эвелин Глени. Это шотландская ударница, которая глухая. Вот. Она поэтому играет... Это всемирно известная, это номер один. Она играет босиком на сцене, потому что вот она... Чувствует вибрацию. Да, от вибрации она... Это что-то феноменальное. Это какая-то такая просто феерия на сцене. Вот. И когда мы ее пригласили, она все-таки приедет. Но! Это первый раз в жизни. Это было... Когда это было? Сегодня ноябрь. Это, наверное, было в августе. Да? В июле, в августе. Вдруг ее менеджмент, с которым тоже прекрасно, никогда не было никаких проблем, посылает контракт, с которым последний пункт, что типа того, что если вдруг британская... Ну, она шотландка, но тем не менее. У них референдум тогда еще не прошел. Хотя он ничего не изменил их референдум, да. Но они, значит, писали, что если британское министерство иностранных дел не будет рекомендовать поездку в Россию, то мы должны расценивать это как форс-мажор. Вот. На что мы ему сказали, что, извините, пожалуйста, этот пункт мы никак не можем, потому что музыка вне политики. И нам бы хотелось, чтобы мы остались вот на этом прежде всего. И форс-мажор это ураган, цунами, там, наводнение или еще что-то. Ну, никак не решение проявления снятия. Ну, никак не решение правительства. То есть вот была вот такая маленькая. Ну, на что как бы вот так это все, значит, растворилось. Снят. Ну, это снят, да. Ну, замечательно, что у нас вот есть такая возможность встречаться с замечательными исполнителями. И в следующем году юбилей фонда мы вправе ждать, надеяться на какие-то музыкальные герегатесы. Ну, конечно, конечно. Дело в том, что, знаете, я считаю, что если так коротко сказать, что мы старались делать и что мы стараемся, ну, что касается концертов, то для меня очень важно, что мы организуем не так много, но каждый концерт события. Вот это ощущение для меня очень важно. Поэтому мы приглашаем тех музыкантов, от которых вот опять же вот эта эмоциональная память будет долго звибрировать внутри. В феврале у нас приезжает Роберто Фонсека. Потрясающий у нас джазовый любимец. Мы его открыли в 2005 году на Кубе. Сейчас он уже получил два Грэмми. Значит, у нас очень много будет интересного на фестивале, потому что в этот фестиваль в мае, который будет, мы так вкрапливаем наших звезд, которые там 10-15 лет назад выступали у нас и которые стали. Да, да, да. Вот. Потом у нас Эвелин Глени, вот эта замечательная ударница. Потом у нас переговоры с штатс-капелло Дрэзен и Телеманом. Вот с Андрошем Шифом мы только что были переговоры, что по поводу его сольных концертов и также его оркестра из Зальцбурга. У него есть маленький такой вот с Артема-оркестра из Зальцбурга. То есть такие... Замечательные, изысканные, тонкие вещи. Ну, должна еще сказать, что мы занимаемся не только концертами. Знаете, как-то концерты уже все. Мы уже можем это. Вот. А интересно, вот мне, например, интересно в последнее время, как музыка воздействует на мозг, как музыка воздействует на здоровье, как вообще музыкой можно манипулировать человеческое сознание. Это невероятно огромная, обширная тема. Музыка и технологии, да, потому что у нас, смотрите, какое количество музыки у нас уже как в спичечном карабке получили, там, у каждого в айфоне или там... Да, да, да. То есть насколько технология вообще... Насколько это опасно, насколько это полезно, как это дифференцировать, вот такие вещи. И в этом я должна прямо спасибо сказать огромное. World Public Forum, диалог цивилизации, который уже три года позволяет нам на роду сидел в такие интереснейшие круглые столы, где мы с потрясающими людьми можем говорить на эту тему. Музыка и терапия, музыка образования, человеческий мозг и так далее, и так далее, Паркинсон, Альцхаммерс. Вы не можете представить вообще, что музыка может открыть. То есть музыка является действенным фактором и в медицине, и в психологии, и в нашей физической непосредственной жизни. То есть мы отвлекаемся от тонких материй, от прекрасного, да, скажем, и мы рассмотрим музыку как... А мы еще тоньше уходим как раз, потому что музыка это... Если вообще как бы вот по законам физики, то вообще все вибрационный мир. И когда вибрация вот совпадает, насколько вибрации вообще можно... Даже в тибетской медицине иногда говорят, вам нужно подобрать тон колокольчик. Да, да, да. Да, и здесь совершенно невероятные вещи. Вот у меня потрясающий контакт сейчас с директором Института музыкальной терапии при госпитале в Нью-Йорке. И я посетила вот в последнюю поездку, вы знаете, невероятные совершенно вот такие примеры, когда ты человека видишь после инсульта, который не может ходить. Да, вот он совершенно у него как бы... Его тело забыло, да. И он опирается на палку, опирается на сестру. Вот такая палка-четыряножка, знаете. Да, конечно. И вдруг они громко включают ему какую-то такую маршеобразную музыку. И, вы знаете, и снимают сзади. И вот он как будто его спина вот так вытягивается непонятным образом. И он уже практически, уже последние 10 шагов, он идет без сестры, только с этой палкой и совершенно ритмично. То есть из-за музыки даже мышечная память возвращается. Мышечная память возвращается, да. Скажите, пожалуйста, вот вы, присутствуя на балах, которые вы устраиваете, вы видите наше молодое поколение, да? То есть вот. Вы видите молодое поколение на Западе. Скажите, пожалуйста, насколько они похожи или различны? Насколько мы сможем оптимистически смотреть в будущем? И видно, наоборот, со скепсисом. Ну, я, знаете, так. У меня, во-первых, дочери 23 года, поэтому мне как бы легко это сказать, да? Вернее, как, легко сравнить. Потому что у нее есть друзья и в России огромное количество, у нее друзья есть и на Западе огромное количество. Она такая абсолютная, она любит это все. Во-первых, что отличает, скажем, условно говоря, там, мое поколение и это поколение, технологические возможности коммуникации такие, что они практически уже живут в одном мире. Да? У них уже мир абсолютно, их виртуальный, невиртуальный. У них дистанция, где нам там ментально собираться куда-то там ехать, а они уже там, потому что как-то вот так они взяли, развернули скайп, вот это, вот это все у них как-то уже рядышком. То есть, ментальная разница есть. Значит, есть, наверное, общий такой, ну это как везде, это человеческий фактор, что поскольку все-таки это поколение, наверное, самое благополучное, да, вот так вот, наверное, я, наверное, самое благополучное поколение, потому что войны-то не было, да, условно говоря. Ну и эти, это уже как бы второе, да, это для них... Будем надеяться, что и у них война будет. Да, очень надо, мы все для этого должны что-то делать. Но дело в том, что есть опасность, знаете, такого грибка сытости и равнодушия. И это везде. И это и у нас, это и там, особенности, наверное, там, потому что это более устойчиво, да. Что касается, вот, наверное, русских ребят, я считаю, что они в чем-то продвинутые, потому что, знаете, просто вот эта любознательность, любопытство у наших сильнее, да, они хотят все знать. Есть очень много таких, которые хотят сразу все знать. У тех, ну, опять же, это, знаете, я немножко так это суммирую, хотя есть прекрасные, интересные, знаете, отдельные личности и там, и там. Но, в принципе, так вот генерально сказать, что легкость на подъем, скорость, может быть, у наших чуть-чуть впереди. Те более стабильные, те более... Что касается вот дискуссии, например, как таковой, культурной дискуссии, вот, мне кажется, нашим нужно подработать вообще везде, потому что у нас не умеют, у нас нет культуры дебатов, да, скажем, которые есть в Англии или в Германии и так далее. Вот эти все-таки вот они, вот, я смотрю, там, вот эти молодые политики, в этом новая генерация, они так дискутируют, они так дебатируют, причем, знаете, так не оскорбляя достоинства, они высказывают точку зрения, выслушивают ее, как бы. Вот это такой очень момент, который мне бы хотелось, чтобы вообще в нашей стране он был бы побольше уметь слышать и слушать. У нас в гостях был замечательный человек, президент фонда «Музыкальный Олимп», замечательный музыкальный администратор, что тоже является искусством, Ирина Никитина, которая утверждает, что музыка – это посол мира и делает для этого все возможное. Спасибо вам. Спасибо вам, Ирина. Спасибо.